МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Доброе утро! Здравствуйте! В студии Илья Рыков и Полина Бахова. Вы смотрите Утро на ОТВ, и сегодня в программе вы увидите... В новом формате в Подмосковье идет подготовка к выборам губернатора. Капитальный ремонт домов. В Одинцовском округе продолжается реализация программы Андрея Воробьева. Благоустройство дворов. О выполнении работ в муниципалитете в сюжете нашего корреспондента. По программе губернатора. В Одинцовском округе провели подготовку к зимнему спортивному сезону. 18 августа 1845 года основали Русское географическое общество. Среди его учредителей были выдающиеся российские ученые. Федор Литке, Карл Бера, Фердинанд Врангель. С первых лет существования общество развернуло обширную экспедиционную, издательскую и просветительскую деятельность. Оно внесло крупнейший научный вклад в изучение Урала, Сибири, Дальнего Востока, Средней и Центральной Азии. Чем еще запомнился этот день в истории, расскажем в следующей рубрике. 241 год назад в Санкт-Петербурге открыли памятник Петру I. Работы по созданию начали в 1766 году. Место его расположения выбрали не случайно. Рядом находится Адмиралтейство и здание главного законодательного органа Царской России – Сената. Открытие состоялось 18 августа 1782 года. Благодаря поэме Александра Пушкина, в которой он использовал сюжет об ожившем памятнике, бронзовый монумент стали называть «Медным всадником». 451 год назад состоялась свадьба французской принцессы Маргариты Валуа и Генриха короля Наваррского. Франция второй половины XVI века была охвачена гражданскими войнами, разгоревшимися между католиками и протестантами. В связи с ничьей после очередной войны начались переговоры. Они завершились мирным соглашением, скрепленным династическим браком. На венчание 18 августа 1572 года в Париж съехалась вся гугенотская аристократическая элита во главе с адмиралом Калиньи. 18 августа 2019 года в России официально отметили День географа. Его учредили благодаря инициативе Русского географического общества, поддержанной президентом страны Владимиром Путиным. С тех пор этот праздник отмечают люди многих профессий и специальностей. Не только ученые и географы, но и научные работники, преподавательский состав школ и вузов. Также в этот день отмечают праздник «Топора» и День общего языка. 18 августа 1750 года родился итальянский и австрийский композитор Антонио Сальери. Его произведения были написаны в традициях итальянской оперной школы и пользовались успехом в Вене, Париже и Италии. Сальери считали отличным педагогом. Его учениками были Шуберт, Гумель, Вегель. Также в этот день родился американский актер Эдвард Нортон и советский летчик Лидия Литвяк. Подготовка к выборам губернатора Московской области продолжается. В этот раз особое внимание уделяют дистанционному электронному формату голосования и обсуждают работы общественного контроля в избирательный период. Подробнее в нашем сюжете. Впервые в Московской области выборы губернатора пройдут не только в очном, но и в дистанционном электронном формате. Для этого следует пройти простую процедуру. До 4 сентября зарегистрироваться на сайте Госуслуг. Само электронное голосование начнется 8 сентября в 8 часов утра. Оно дает избирателю возможность проголосовать с компьютера, с мобильного телефона, с планшета, с любого устройства, с выходом в интернет, находясь в любом удобном месте и в любое удобное время в течение периода голосования. Наблюдение на участках и за дистанционным электронным голосованием обеспечит общественная палата Московской области. Такой контроль создаст информационную открытость, доверие избирателей к новому формату и повысит избирательную активность граждан. Очень важно проявлять общественное самосознание. Обязательно нужно идти и участвовать во всех мероприятиях, которые связаны у нас с институцией власти. В этом обязательно нужно участвовать. В том числе это у нас являются выборы. Очень хорошо, что сейчас есть удаленное голосование, да, электронное. В нем тоже можно принять участие. Это очень такой хороший современный инструмент. Во время единого дня голосования штаб по общественному наблюдению будет работать круглосуточно. Также организуют работу горячей линии для обращения граждан. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова». Реализация программы губернатора Московской области по капитальному ремонту многоквартирных домов продолжается. По его словам, неважно какого года дом, он должен быть комфортным, безопасным и чистым. Как улучшаются жилищные условия в многоквартирных домах нашего округа, расскажем далее. Как говорится, мой дом – моя крепость, и каждый из нас хочет видеть его красивым, комфортным и чистым. Поэтому главный запрос жителей Подмосковья – это капитальный ремонт в домах, говорит губернатор Андрей Воробьев. Первое, на что люди обращают внимание, выходя утром из своей квартиры – состояние подъезда и лестничной площадки, лифта. Неважно какого года дом, он должен быть комфортным, безопасным и чистым. На это и направлена губернаторская программа капитального ремонта МКД. В нее вошло 44 тысячи домов, находящихся на территории Подмосковья. В нашем округе с 2014 года отремонтировали более 700 жилых строений. На днях завершают ремонтные работы в подъездах дома 21 в городке 17. «Проводились покраска стен, перекладка плитки будет входной группы, ремонт входной группы – это покраска фасада входной группы и ремонт козырька входной группы, чтобы не было протечек». Любые преобразования согласовываются с жителями. Именно они точно знают, что нужно улучшить, какими должны быть их подъезды. При ремонте подъездов делали протокол согласования цвета с жителем. Жители выбирали цвет, выбрали цвет, подрядчик покрасил. Существенную разницу в условиях проживания после капитального ремонта почувствовали и жители дома на Маковского, 10. Здесь был полностью обновлен и утеплен фасад, после чего в квартирах стало гораздо теплее. У нас были проблемы со швами, у нас подтекали швы, в холодные дни продувалось это все. Сейчас эта проблема решена, эстетически, конечно, замечательно, но и функционально. Стало теплее, стало теплее. Угловые квартиры, вот мне в нашем подъезде конкретно люди жаловались на то, что им там дует какие-то трещины. Сейчас этого нет, люди все вроде как довольны, уже не такой холод в квартирах, особенно зимой. Мониторинг состояния жилья постоянно ведет госжилинспекция. Они контролируют качество ремонта, особое внимание уделяют проверке температурно-влажного режима в домах со скатными чердачными кровлями. В Одинцовском округе уже проверили 55 домов и всего в одном были выявлены нарушения. В селе Кривандино городского округа Шатура 19 августа состоится фестиваль народных промыслов и ремесел. Край Мещерский, край богатый. На ярмарочной площади соберутся более 180 мастеров из разных регионов России. Гостей ждут интерактивные игры, экскурсия на мегалиты, народные развлечения, концерт, песни под гармонь и деревенские угощения. Начало мероприятия в 12.00. Вход свободный. Другие новости региона смотрим прямо сейчас. В рамках «Акселератора вверх» завершились две обучающие программы для начинающих предпринимателей и самозанятых Московской области. Участие приняли более 600 человек. Программа состояла из вебинаров и очных тренингов. Самозанятым рассказали, как работать с людьми, формировать команду и гибко перераспределять ресурсы. Предприниматели научились составлять бизнес-план и презентовать его инвесторам, а также увеличивать объем продаж. 26 августа Серпуховской историко-художественный музей приглашает на фестиваль «Музей под звездами», который пройдет в Принарском парке. Тема фестиваля – живопись и музыка. Главным в программе станет выступление ансамбля солистов под управлением братьев Ивановых, известных музыкантов, заслуженных артистов России. Гостей ждут художественная и историческая интерактивные зоны, ярмарка мастеров и гастрономическая зона. Вход свободный. С начала года порядка двух тысяч жителей Подмосковья прошли обучение в симуляционных классах. Среди них родственники тяжелобольных, сотрудники, которые обеспечивают уход за нуждающимися, и приемные семьи, воспитывающие особенных детей. Классы оснащены всем необходимым оборудованием, адаптированным для организации ухода, а также специальными манекенами. Курс обучения состоит из теоретических лекций в онлайн-формате и практических занятий. Обучение бесплатное. В Одинцовском округе завершается благоустройство 29 дворовых территорий. Порядок и чистота на территории жилых домов – одна из приоритетных задач. Об этом напомнил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. О ходе выполнения ремонтных работ в муниципалитете в сюжете Екатерины Крамор. Современные и ухоженные дворовые территории – одна из важных задач для Подмосковья. Губернатор Андрей Воробьев отметил, что благоустройство и чистота дворов во многом зависят от работы муниципальных служб и управляющих компаний. У нас 15 тысяч дворов. Их благоустройство имеет определяющее значение для качества жизни, настроения жителей. Мы понимаем, что любой ремонт – это временное неудобство для людей. И наша задача – не растягивать этот процесс, а наоборот сдавать объекты быстрее, более грамотно организовывать и контролировать поэтапные работы. И обязательно информировать жителей, если есть какие-то отклонения от графика или риски. В Одинцовском округе комплексному благоустройству дворовых территорий уделяют особое внимание. Так, в городке 17 по губернаторской программе полностью обновили территорию у дома 21. Здесь поставили новые лавочки и урны, заменили асфальт, тротуары и бордюры. Все работы проводили в тесном взаимодействии с жителями. Сделали качественно хороший асфальт с парковочными местами, которых нам очень сильно не хватало. Потому что здесь паркуются в нашем дворе жители с 17, с 19 дома, с 21, потому что там видна узкая проезжая часть. На данный момент у нас даже есть свободные места. Для нас это удивительно. В этом году в округе ведутся работы на 29 дворовых территориях. Общая площадь ремонта составит 104 тысячи квадратных метров. Четыре двора были введены на этой неделе. Это поселок Горбольницы, микрорайон Первомайский, микрорайон Восточный и Кубинка 60. Девять дворов имеют процент готовности, 80 и более. Три двора – 90 процентов. Также на территории Московской области ведется активная работа по установке детских площадок и их обслуживанию. В августе в Звенигороде открыли новую детскую площадку по губернаторской программе. Ранее жители обращались с просьбами модернизации игровых элементов, но для более комфортных условий ее решили полностью заменить. Насколько я помню, здесь ничего не было. Потом залили асфальт, видимо, до площадки. Здесь дети катались на скейтбордах, велосипедах. Ну и сейчас площадка. Мы, конечно, очень рады. Площадка оснащена безопасным покрытием, ограждением, освещением, камерами безопасный регион и современными малыми архитектурными форумами и игровыми комплексами. Детишки довольны, рады. Мне она понравилась, потому что не было поблизости корабля такого вот интересного. Тут можно полазить, тут есть рукоход, еще есть горка такая. В муниципалитетах Подмосковья со следующего года поменяют график выполнения работ по благоустройству дворов. В контрактах будут указывать точные сроки окончания каждого этапа ремонта. Екатерина Крамор, Олег Мещерский, телекомпания Одинцова. Москвичи стали чаще использовать Telegram-бот, чтобы передать показания приборов учета воды. Этот сервис помогает быстро направить данные и посмотреть историю ранее переданных сведений. Для того, чтобы воспользоваться чат-ботом, нужно в поисковой строке мессенджера Telegram ввести цифровые сервисы Москвы и нажать кнопку «Начать». Что еще интересного в столице, узнаем прямо сейчас. В парке Горького до 30 сентября юноши и девушки в специальной форме будут работать стюардами в самых популярных местах парка, чтобы помогать посетителям. Они сориентируют, проконсультируют по самым интересным событиям и подберут оптимальный маршрут. В Москве этим летом 11 пар заключили брак на станции метро Маяковская в рамках проекта «Новые адреса счастья». В ночь с 12 на 13 августа здесь расписались сразу пять пар. Церемонии в метро отличаются необычной площадкой и декорациями. Для участия в проекте молодожены подавали заявление во дворце бракосочетания номер один в Москве. Следующим летом подобные акции состоятся вновь. В рамках фестиваля городского ландшафтного дизайна «Цветочный джем» два уникальных сада украсили центр Москвы. На Манежной площади обустроили семь четырехметровых холмов, между ними цветники. Для их создания использовали более 40 сортов роз. Попасть в сад можно через пещеру в одном из холмов. А на переходе с площади революции на Манежную украсили липы и многоствольные клёны, а также устроили яркие цветники из шалфеев и астр. Далее в программе. По программе губернатора в Одинцовском округе провели подготовку к зимнему спортивному сезону. Тренировка по боксу. О занятиях и предстоящих соревнованиях расскажет наш корреспондент. Новости. Афиша о развлекательных событиях в округе на предстоящие выходные расскажем в нашей еженедельной рубрике. В Одинцовском округе провели подготовку к зимнему спортивному сезону. В Ледовом дворце «Армада» провели ремонтные работы, улучшили условия для фигуристов и хоккеистов. Губернатор Андрей Воробьёв отметил, что Подмосковье является всероссийским центром по развитию зимних видов спорта. Подробнее о преобразованиях, которые произошли в муниципалитете, в материале Екатерины Крамер. В Подмосковье развитию зимних видов спорта уделяют особое внимание. Правительство Московской области во главе с губернатором Андреем Воробьёвым поддерживают строительство спортивных сооружений и проведение турниров с участием сильнейших хоккейных школ и академий. У нас появляются новые ледовые дворцы, катки. Все они востребованы. Ледовый дворец «Армада» уже давно стал центром притяжения спортсменов со всего округа. Воспитанники спортшколы Одинцова, фигуристы и хоккеисты не раз побеждали в соревнованиях различного уровня. А все потому, что здесь созданы необходимые условия для тренировок. Перемены у нас произошли в нашей школе, очень большие перемены. Руководство создало для нас все условия. У нас и зал ФУП сейчас есть, бросковая зона, и лёд у нас в большом количестве, в большом объёме. Поэтому у нас работы много. Тренируемся. Мы десятый год. Много усердные и творческие. В июле в «Армаде» завершились ремонтные работы. Здесь заменили холодильный центр, установили современную систему учёта и контроля доступа посетителей. Увеличилось и количество раздевалок. Важной частью стал монтаж современной системы водоподготовки для заливки льда. Всё это повысит качество тренировок. Егор занимается в Ледовом дворце с пяти лет. Юный хоккеист уже успел продемонстрировать своё мастерство на первенстве Московской области и Москвы. Здесь очень хороший тренировочный процесс, много игр и есть возможность развиваться. В прошлом сезоне команды 2010 и 2008 года рождения заняли вторые места на открытом первенстве Москвы по хоккею. В этом году в регионе пройдёт 26 соревнований, в том числе 6 всероссийских. Екатерина Крамор, Артём Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Первые туристы из Приморья отправились в Китай по безвизовому обмену. Действия туристического безвизового режима между Россией и Китаем возобновили 1 августа. Приморский край также готов принимать гостей из Поднебесной по безвизу. О других событиях нашей страны смотрим прямо сейчас. Минпросвещение России утвердило перечень профессий, которым будут обучать в колледжах в новом учебном году. В него вошла специальность «Оператор беспилотных авиационных систем» – это аппараты массой до 30 кг. Но выведение связано с нехваткой кадров в этой области. В российское законодательство внесут поправки. В соответствии с ними государство будет полностью финансировать производство и прокат мультфильмов для детей. Кроме этого президент поручил подготовить поправки о налоговых послаблениях для анимационных студий, а также подготовить предложения по поддержке производителей детских товаров с образами героев отечественных произведений детской литературы и мультфильмов. В Санкт-Петербурге сделали печатающий из металла 3D-принтер. В качестве материала будут использовать металлический порошок. Аппарат создали для печати деталей экзоскелета, который позволяет человеку без усилий поднимать грузы весом до 65 кг. Сделать такие детали другим способом невозможно. Занятия боксом тренируют ловкость и силу. Они дисциплинируют и развивают координацию. О занятиях, мотивации и предстоящих соревнованиях в сюжете Карины Еряшевой. Выносливость, умение держать удар, ловкость. Все эти качества объединяет в себе бокс. С выходом. Вот. Сюда с выходом. Прямо с ногой. Сюда с ногой. Оп, хорошо. Еще в детстве Алена увлекала спортивными единоборствами. Ее привлекала техника ведения боя и умение постоять за себя. В спорт девочку привел папа. Он мне предложил позапрошлым летом сходить на тренировку по боксу. Я согласилась. В общем, мне понравилось. Уже два года занимаюсь. Одного желания мало. Результат зависит не только от спортсмена, но и от тренера. Для достижения цели важно правильно выстроить график занятий и отдыха, воспитать решительность и настроить перед соревнованиями. Здесь самое главное, чтобы ребята подошли в той кондиции и тот план на бой использовали, который мы нарабатывали в течение всей тренировочной сессии. Победа на соревнованиях – это не только медаль, но и ежедневный труд. Важно не потерять мотивацию. Главное – регулярные тренировки. Даже если отбилось желание, надо с тренером поговорить, он, может быть, добавит желание и все нормально будет. Федерация бокса активно привлекает детей заниматься спортом. Сотрудничает со школами, открывает новые залы. Задача у нас, чтобы спорт развивался здесь, в Одинцово, чтобы максимально дети были чем-то заняты, чем-то хорошим, полезным. Одинцовские спортсмены уже приступили к тренировкам и готовятся к новому сезону. 4 сентября пройдут межрегиональные и отборочные соревнования у девочек. Карина Яряшева, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова. 19 августа православные отмечают преображение Господня или яблочный спас. День, когда природа разворачивается от лета к осени и зиме. В храмах освещают свежие плоды, ходят друг к другу в гости и угощают сладостями. В этом году праздник пришелся на выходной день. Для жителей нашего округа подготовили много интересного. Подробнее в рубрике «Новости Афиша». Здравствуйте! Вы смотрите рубрику «Новости Афиша». О самых интересных культурных событиях в округе прямо сейчас. В субботу в 12.00 в Веденском доме культуры «Огонек» пройдет праздничное гуляние, посвященное Дню села и яблочному спасу. День села здесь традиционный праздник. Начнется он с молебна в честь преображения Господня и освещения плодов нового урожая. Продолжится мероприятие большой интерактивной программы для детей с играми, викторинами, мастер-классами и танцевальными флешмобами. Будут проведены конкурсы на лучший пирог и букет. Праздник закончится концертом с участием всех творческих коллективов Дома культуры «Огонек». Второй открытый арт-фестиваль «Мое Покровское» начнется в 12.00 в усадьбе Покровская-Засекина. Он показывает быт человека времен Герцена. Это и жизнь господ с их укладом и увлечением классическим искусством, и жизнь крестьян с народными песнями и играми. На мероприятии можно будет прикоснуться к эпохе 18-19 века. Игровая программа «Яблочко наливное» пройдет в культурно-досуговом центре «Ершовское». Для детей устроят народные игры, песни и хороводы, посвященные празднику «Яблочный спас» от ансамбля «Ягода». Мероприятие пройдет в фойе Дома культуры начала в 12 дня. В библиотеке села Юдина для маленьких фантазеров пройдет мастер-класс «Умелые ручки». Они научатся воплощать свои фантазии в реальность через декоративно-прикладное творчество из природных материалов. В процессе творчества ребята получат максимум информации, навыков и новых идей. Начало в 14.00. Флаг державы – символ славы. Звенигородская библиотека номер один приглашает любознательных гостей. Вам расскажут об истории государственного флага России, почему на нем именно так расположились цвета и что они символизируют. В конце пройдет мастер-класс по созданию российского триколора. Начало в 14.30. 20 августа воскресенье в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха в 12.00 начнется детский фестиваль увлечения «Арт-поляна». В рамках мероприятия досуговоразвивающие центры для детей будут проводить мастер-классы по разным направлениям. Мастер-класс «Аппликация» пройдет в парке Захарова в Театре сказок для детей и взрослых. Вы научитесь создавать удивительно красивые аппликации с помощью цветной бумаги, клея, ватных дисков, обычных салфеток и других простых материалов, которые всегда под рукой. Цель данного мастер-класса – развитие фантазии и творческого мышления у гостей парка всех возрастов. Начало в 12.00. Там же в парке Захарова на малой сцене в 13.30 начнется музыкальная программа «Споемте, друзья». Она подарит вам прекрасное настроение. Вы услышите самые известные песни о любви, дружбе и надежде от известных композиторов. Вас ждет море позитива, любимые песни и танцы под красивую музыку. Отдыхайте насыщенно, и тогда полученного заряда положительных эмоций хватит на всю неделю. В Турции раскопали дворец возрастом 3300 лет. Предварительный анализ показал, что он был построен в 13 веке до нашей эры. Датировать его удалось по крупным кувшинам, найденным в ходе раскопок. В древности это был центр торговли обсидианом и сельскохозяйственными продуктами. О других событиях в мире смотрите прямо сейчас. Молодая мама из Колорадо побила мировой рекорд по бегу с ребенком в коляске. Забег проходил в школе, где обучается ее сын. Мальчика облачили в шлем и поместили в коляску. Женщина – профессиональный бегун. Прежде чем стать рекордсменкой, она участвовала в разных соревнованиях и добилась значительных успехов. Группа защитников природы отправилась в кругосветное плавание по следам Чарльза Дарвина на отреставрированной голландской шхуне. В рамках проекта экологи планируют путешествовать два года по четырем континентам и бросить якорь в 32 портах. Они будут изучать океанический пластик и состояние коралловых рифов, а также наблюдать за морскими птицами, китами и дельфинами. И о погоде. По прогнозам синоптиков, сегодня будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем 27-29 градусов тепла, ночью 19-21. Ветер северный 2 метра в секунду, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность воздуха 79%. Геомагнитное поле спокойное. Наш эфир подошел к концу. Новые сюжеты о событиях в округе смотрите в информационных выпусках. А также следите за новостями в телеграм-канале «Про округ». А с новостями молодежной редакции можно познакомиться в телеграм-канале «Про молодежь». Если же вы стали очевидцем происшествия или у вас есть интересные новости, присылайте их нам в чат-бот по QR-коду, который вы видите на ваших экранах. Мы желаем вам всего самого хорошего и прощаемся. Хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова